Всем доброго времени суток, меня зовут Павел, и сегодня хотелось бы показать вам бой на карте Малиновка. Режим у нас штурм, и мы в атакующей команде. Хочу предупредить, что все это видео будет посвящено мелким советам по игре с Фетляком, и в общем по тактике на данном режиме, на данной карте, и в целом по всему бою. Приступим. Вначале хотелось бы сразу сказать, что в этом режиме боя в основном решает качественный засвет и хорошая стрельба артиллерии. На данной карте, по моему мнению, опять же, никого не заставляю к нему сильно прислушиваться, менять свое мнение, пожалуйста, критикуйте, я буду рад аргументированной критике, но вернемся к бою и к тому, что я думаю об этом режиме на этой карте. Вначале я советую основным силам союзной команды двинуться в лес, вот сюда, в этот участок. Рассредоточиться по лесу и стоять и ждать, пока свет не начнет кататься вот этой области и не начнет светить вражеские танки. В чем преимущество данной тактики? Наши союзные войска стоят в той области, где находится много листвы, много деревьев, много кустов. И, естественно, они не будут светиться даже при стрельбе. Да, есть некоторые рельефы, которые мешают стрелять, допустим, вот в эту точку. Или вот в эту точку. Но можно найти такие хорошие места, где можно встать и обстреливать либо эту, либо ту область, либо всю область. То есть танки должны распределиться так, чтобы каждый из них мог доставать некоторую зону. При этом наш свет будет кататься, светить вражеские танки. Наша артиллерия, которой я советую ехать вот сюда поближе, потому что несколько доль секунды, это все-таки несколько доль секунды, и они могут решить, если там стрелять на упореждения или что-то в этом роде. Когда свет катается, стреляет артиллерия, стреляют наши союзные войска из леса без засвета, и враг потихоньку, но уверенно теряет свое преимущество в этом бою. Меньшая доля союзных войск должна выдвигаться вот сюда, в эту сторону. Она должна засесть не очень далеко к вражеской базе, так как мы должны попробовать сагрить вражеские войска вот отсюда, чтобы они начали немного продвигаться лесом, и уходить с вот этой вот области. Чтобы они потом позже потратили намного больше времени, чтобы вернуться на помощь своим союзникам, если вдруг понадобится. То есть, можно засесть где-нибудь вот тут, за камнями, за препятствиями, за домами, но засесть и ждать. Когда они, вражеские войска, начнут отсюда выдвигаться, это будет, ну, естественно, на мини-карте видно, то наши союзные войска вот отсюда должны понемногу давить вот этот фланг. При этом каждый может посчитать количество танков на этом фланге, количество танков на этом фланге, и он уже будет иметь представление, кто находится вот здесь, а не вот здесь, а кто находится на их фланге, и как-то рассчитывать силу. То ли они смогут продавить, то ли они не смогут продавить. Приступим, пожалуй, к реплею. Я извиняюсь за вот эти вот дергания. На самом деле, я не нашел причины, почему так происходит. ФПС у меня сильно не проседает, в принципе, не должно. То есть, это какие-то баги самого реплеера. Ничего я с этим сделать не могу. Но я надеюсь, что большинство зрителей пришло посмотреть на это видео из-за получения каких-то знаний, может, получения какого-то нового опыта, или ради просто просмотра ролика как своеобразного вида от другого лица, а не ради графики, не ради качественной картинки, не ради качественного изображения. Так, видели мы толстопарда, он направляется в эту сторону, но, вероятно, он нас засветил. Там было небольшое расстояние. Надо как-то немного отъехать, пропасть за света, а потом все-таки ехать светить. Потому что чем быстрее мы засветим противника, тем быстрее мы узнаем, кто там, какие там силы, и тем быстрее наша артиллерия сможет под ним отстреляться. Вот, мы уже засветили вражескую четверку. Едет толстопард, которого мы в первую очередь должны уничтожить, чтобы нашей артиллерии и нашим союзникам жилось как-то полегче, потому что наличие света, хоть мы знаем, что он где-то там далеко, но со временем мысль о таком маленьком, незаметном светлячке пропадает, и в самый неподходящий момент он может приехать и наделать плохих дел. Также сзади засветилась сотка, и на самом деле я был очень испуган, и не знал, что делать. Вот тут мне хотелось повернуть направо и ехать так, чтобы вражеский толстопард находился между мной и соткой, но я понимал, что дальше будет обрыв, и как-то это будет бестолково, так что я захотел побыстрее уехать вот за ту горочку, чтобы соточка меня не достала. На данном этапе я подумал, что у меня уже крышка, и я тут в принципе не желез, поэтому сразу же гусеницу я не чинил, а ждал выхода в ангар. Оказалось, все не так печально, как я думал, и я вышел с небольшой потерей хелсов. Хочу обратить ваше внимание на то, что делает сотка. Она хочет выцелить меня, но при этом у нее очень маленький угол вертикальной наводки, то есть, чтобы попасть в меня, она должна сильно свеситься с вершины вот этого холмика. Казалось бы, холмик небольшой, но все-таки ей нужно ехать, она подставится под нашу артиллерию, это раз, под нашу ПТ это два, и под наших тяжей это три. Наша СТ-шка на таком расстоянии, я думаю, вряд ли пробьет СТ, э, сотку, извините. Так что, вот, вся надежда теперь на нашу арту, ПТ и двух тяжей. То есть, на ее месте я бы этого не делал. Вот она схлопотала, 400 урона, казалось бы, вроде немного, но этого вполне хватит для того, чтобы вправить, так сказать, ей мозг, для того, чтобы она задумалась, что, ага, сюда лезть не нужно, пожалуй, я больше так делать не буду. И именно вот такие порывы желания вылезти и все-таки дать урон, хотя ты мозгом понимаешь, что, да, я получу урон, да, я знаю, что я могу вообще умереть, но очень сильное желание есть вылезти. Пожалуйста, надо с этим как-то бороться. Это нужно предотвращать, не нужно лезть. Если вы знаете, что вы можете получить урон, большой урон, или вообще тем более умереть, лучше не лезть. Ваши хелсы, ваша пушка еще понадобится. Тут светится и с третьей. Мы знаем, что сотка где-то тут, но нужно ее подсветить, потому что артиллерия по ней уже целилась, и наверняка она рассчитывает на ее дальнейший засвет. Вот мы видим ее, и что очень смешно получилось, что она даже не смотрит в эту сторону. То есть, человек видел, что тут ездит легкий танк. Он не стал ни за какой домик, он не стал ни за какие вот эти кустики, потому что за кустиками, в принципе, ну, было бы тяжелее увидеть. Я бы его увидел, но увидел бы где-нибудь вот тут вот, допустим. Он вообще смотрит в другую абсолютно сторону, пытается надамажить вон тех танков. Может быть, у него были на это веские причины, но я считаю, что он должен был сам подсвечивать, потому что кроме него здесь никого нет, он должен был подсвечивать и показывать своим союзникам, кто находится тут вот. И кого им стоит ожидать еще вот отсюда. То есть, если они видят, что здесь нету кого-то, то, возможно, он будет либо тут, либо тут. И уже мы должны понимать, что, ага, вот мы должны ожидать с какой-то стороны. Хочу заметить, артиллерия хорошо делает, она метит цель. В течение всего боли я это наблюдал, и мне это очень понравилось. хотелось бы выразить огромную благодарность этому игроку за то, что он метит цель. Смотрим, где стоят наши противники, вроде бы, наши союзники, извиняюсь, вроде бы все неплохо. Сейчас сотку, скорее всего, свесит наша 54-ка, но я ехал дальше, чтобы подсветить, вдруг будет какая-то ПТ-шка стоять на склончике их базы. Тут хочу ваше внимание обратить на мини-карту, если вы за ней внимательно следите. Наша 54-очка поехала вперед. Теперь я хотел бы, чтобы каждый зритель задал себе вопрос, для чего? То есть, да, мы знаем, ИС-3 там, Е100 тут, ИСу где-то там, но мы не знаем, где объект. Может, я был такой невнимательный, я его не увидел, все возможно. Вроде бы, мы тут больше никого не увидели, но что может сделать в данном случае 54-ка? Она может приехать, нанести урон Е100, может быть, даже не пробить ее, возможно, вполне, если сотка грамотная. Предположим, она ее убьет. Но, тут стоял ИС-3. ИСу тут стояло. Вероятно, причем, скорее всего, они начнут сводиться на него. И, я не думаю, что 54-ка сможет быстренько куда-то спрятаться от, возможно, БЛ-10 и БЛ-10. То есть, могут они промазать, но она может огрести по полной. И обмен ее здоровья может оказаться не столь полезным. То есть, она может отдать ХП больше, чем забрать. И вот тут вообще получилась беда полнейшая. Объект взорвал боеуклад. То есть, вот о чем я и говорил. Мы не знаем, куда, во-первых, смотрит ИСу. Возможно, она повернулась сюда, потому что там ей было неудобно за церковь стрелять. Она взяла, повернулась и ждет кого-нибудь отсюда. Допустим, меня. Или 54-ку, потому что 54-ка уже довольно давно светила сотку и, естественно, она была в свете. То есть, возможно, объект уже давно на него сводился и ждал момента. А вот 54-ка выехала и, пожалуйста, взорвался боеуклад. То есть, она даже ни на что не поменяла свои 100%. Она просто так отдала, как будто человека не было в команде. Только, разве что, светило немного. тут я видел Лоррейна, посмотрел, могу ли я быть в засвете. Давайте-ка посмотрим. Мог бы. Нет, вряд ли. 415 метров я вряд ли бы засветился, когда стрелял даже. То есть, вполне безопасно можно встать и расстрелять Лоррейн. Пушка у него очень хорошая. Хочу обратить внимание, вот, не могу показать я на дульный тормоз, но вот тут-вот, если посмотрите, дульный тормоз большой. То есть, вот это пустое место в дульном тормозе большое. Ствол длинный, то есть, это топовый ствол у Лоррейна от Бочетильона девятого уровня. И если она разрядит весь барабан, будет очень больно нашим союзникам и Лоррейн с 467 хелсами нужно быстренько снести. Пробивать мы ее будем пробивать любую точку. Тут я попытался блайн-шот сделать, но немножко не получилось. Отъехала она, но добили, все прекрасно. Поцелим восьмерочку. Засветиться мы, опять же, не должны еще, но вот урон нанесенный будет очень полезен. Два раза промахиваемся, это, конечно, неприятно, но теоретически мы могли бы сами добрать и сделать проще работу нашим союзникам. Тут я видел, что наши союзники стоят. Столько если ХП у ИСа четвертого, тем более еще на призряде, мне не снести, и я решил еще раз проехать, вдруг я засвечу какую-нибудь ПТ-шку или ИСа третьего. Ну, ИС третьего уже кончился, поэтому у меня была надежда засветить какую-нибудь ПТ. Тут я увидел, что 470 хелсов, и хочу сразу обратить внимание, всегда следите за вот этим маркером. Он и тут есть и на мини-карсе есть. Многие, очень многие, вот по моим наблюдениям, зачастую не обращают внимания, подъезжают вплотную танк, клинчуют с ним, не дают артиллерии стрелять. В итоге, если артиллерия умная, она не стреляет и не вырабатывает свой КПД, либо она стреляет, если она не очень умная и повреждает своего союзника, очень часто она убивает и убивает противника. То есть, всегда следите и думайте, с какого расстояния стрелять. Также, если вы находитесь в клинче, понимаете, что артиллерия достает, то следите за миникартой, потому что в клинче, я думаю, уже будет тяжело посмотреть над танком. Следите за миникартой, если видите маркер над тем танком, с которым вы клинчуетесь, то быстренько отъезжайте, насколько это максимально возможно, и дайте отстрелять артиллерия. Это упростит жизнь и команде, и вам. Артиллерия может пробить, ну, конечно, шанс маленький, но вдруг, можно нанести значительный урон, и вы быстрее добьете танк. То есть, не надо гоняться за фрагами, не надо загоняться уроном, победа, главная победа, если вы будете все это правильно делать, то и КПД ваш возрастет, и вы будете как-то приятнее себя чувствовать в танках, и будет намного больше положительных эмоций. Тут вот было очень плохо заметно, но я надеюсь, все обратили внимание на то, что я посмотрел прицелом, куда смотрит 704, чтобы знать, можно ехать или не можно ехать. Я увидел, что ствол его повернут вон в ту сторону, и решаю ехать, добирать ИСА-4, ну, возможно, это тоже моя ошибка, мое такое желание забрать фраг в артиллерии, но артиллерия может промазать, артиллерия может сплошануть очень мало, и в принципе, то, что я поехал и хотел добить его, может быть, это не столь плохо. И вы видите, насколько в начале боя я говорил, что очень хорошее вот это вот место, потому что двойные кусты, это можно наблюдать в данном случае, когда ИС-4 пропал прямо из-под носа, то есть двойные кусты, тройные кусты, и мы уже противника не видим, поэтому при качественном свете светится вот эта вот полянка, такая златная поляна, наши союзные танки стреляют вон оттуда, при этом не светятся, и дают дамаг без потери своего здоровья. Тут опять же смотрим. Артиллерия светила, значит, возможно, она может стрелиться. Я не подъезжаю к танку очень близко, чтобы дать возможность артиллерии. И хочу обратить еще на ваше внимание на один момент, куда стрелять четверки вбок. Возможно, большинству зрителей это известно, что вот этот фальшборд, он не пробивается. Точнее, он говорит, что пробил, дырочка видна, но без урона, потому что это фальшборд, он пожирает урон, как и гусли. Стоит целиться вот в эту щелочку между фальшбордом выступающим и между верхней гуслей. также, если стрелять в задний бак, там вот такие два бачка есть на ИСе четвертом, если стрелять в задний, в задний его кончик, то очень большая вероятность поджечь четверочку. Неоднократно стрелял туда и неоднократно их поджигал. Бывало, даже рандом благослонен был и поджигалось у нас первого выстрела. Ну и вот тут, как многие знают, такой бой удачный весь сложился и да, мы полны положительных эмоций, мы готовы рвать и метать, а вот ничего не получается, потому что никогда никогда в бою не теряйте концентрации, никогда не расслабляйтесь, не опускайте уже руки, даже если это слив, даже если вы видите, что слив, не опускайте руки, не едьте, не сливайтесь. Возможно, вы можете нанести урон, как-то повелять на исход. Или же, вот, как в моем случае, если бой выдался очень хорошо, то тоже никогда не расслабляйтесь, не радуйтесь, лучше порадоваться тогда, когда вылезет вот это вот совершающее окошечко с надписью победа, все вражеские танки уничтожены или вражеская база захвачена. Вот тогда можно радоваться, пускать салюты, кричать, визжать, петь, танцевать. А вот в бою никогда не стоит расслабляться. Результат налицо. Три промаха из четырех выстрелов. Хотя, фактически, я мог эти две артиллерии разобрать. Ну, может, не две, но полторы. бой сложился удачно. Я считаю 14-9 пока что. И вот было наверняка пробитие от Лоррейна 155-51. Очень повезло. И это еще раз показывает, насколько важна артиллерия и важен активный свет. Если вы светляк, то, пожалуйста, светите активно, светите долго, светите весь бой. Посмотрим на табличку. Опыта 1681, кредитов 42 тысячи с половиной почти, ремонт 400, ну и уйдет на снаряды немножко. Но в пределах 40 тысяч мы заработали. На самом деле на 13-90 опыт 1681 это не ух, ах, а очень хороший. Хороший. Даже не очень хороший, а хороший. Можно порадоваться, но на этом танке на самом деле можно вытворять вещи просто феерические, просто загляденье. То есть этот бой получился просто очень хороший. Хороший. Последний бой на самом деле на этом танке. И я был очень-очень рад и очень доволен попрощаться на такой хорошей ноте. Из достижений обнаружили мы всего лишь троих, причем объект засветился в последнюю очередь, то есть фактически мы засветили двоих. Но хочу заметить, это первичный засвет. Самое важное то, что мы светили долгое время. опять же хочу заметить, хочу сказать пару слов о том, какое видео я снимаю для тех, кто смотрит меня в первый раз. Опять же, это всего лишь третье видео и вас очень мало еще. Я не собираюсь выкидывать никакие нагибы, я собираюсь просто обычные бои выкладывать, которых казалось бы нет ничего примечательного, кроме каких-то хороших тактических действий, каких-то наглядных ошибок, которые я могу прокомментировать, над которыми вы можете задуматься, посмотрев на которые вы, возможно, в будущем сами не совершите их. И все, пожалуй. Всем удачи в боях, спасибо за просмотр, с вами был Пайн Гросбек, Всем пока!